Здарова всем нахрен, с вами обзорщик на Амбату на Руси, дрон-дрончик, мазфак бич. Сегодня мы идем непосредственно принимать закладку, так сказать, заложили нам. Администрация паблика, еб ты бля, ЧОХД, непосредственно запрещенный мем на территории Российской Федерации. Сегодня эксклюзивно, эксклюзивно повторяю для канала Дрон Медиа, нахрен, ЛТД Корпорейшн Студио, вернее, второго канала, нахрен, Дрон Матча, специально для паблика ЧОХД ВКонтакте, будет сделан обзор на запрещенный на территорию Российской Федерации мем. Этот мем очень жестокий, я предупреждаю, еб ты бля, так что готовьтесь, пацаны, сейчас. Сейчас мы непосредственно придем на точку и все продемонстрируем. Итак, кореша драгоценный, ЧОМ мы видим непосредственно? Кажется, мы видим нашу цель. Бойцы положили нам непосредственно сюда мем, сказали на значок ФТБ, еб ты бля, мем положат. Ну-ка, давайте посмотрим, ЧОТОМ у нас. Давайте, по-тихому, глянь, закладку рассмотрим, а то полиция тоже не охота, полиция, мусоров, палец, еще убьют, нафиг, зарежут. ЧО, у нас там? ЧО, это такое? Офигеть, ребята, это мем настоящий, так, надеюсь, никто не заметил, нас не спалили, так, аккуратно там, идут какие-то ботины, да, по-быстрому. Замыкать мем, чтобы никто не заметил, нахуй. Так, ну а теперь, так сказать, направляемся. Переходим, переходим. Чисто. Ну шо же, товарищи, дорогие друзья, а мы находимся непосредственно уже дома, я смог, нахрен, пробраться за мной пока вроде, но ряд милиции, пацанов, бойцовских, еще не выехал, так что пока есть возможность, проведем, так сказать, аналитику на мем. Начнем с упаковочки, сначала у нас тут идет пакет 20 лет любви, ага, это тоже очень интересно. Далее, как я уже вам демонстрировал, нахрен, надпись мем, давайте же проведем анпекинг данного мема. Первый раз вижу, чтобы мемы так запаковывали, даже на фабрике мемов, где я был, нахрен, на экскурсии, там не такая жесткая запаковка, а тут эта клейкая пленка прикольная, такая, может быть, пердежные звуки есть, давай, это рецепт. Как будто маленькие жопы лопаются, и пердеж последний из них вытекает, ну, прикольная фигня. Ну, ладно, вернемся к нашему мему. Далее у нас такая полиэтиленовая пластмассовая упаковочка, которая лежит у нас сам мем непосредственно. Так, а, при этом, чем продемонстрирует вам сам мем, я приму некоторые примеры при осторожности. Что же, дорогие друзья, это, бля, шторы закрыты, все закрыты. Мы сейчас можем поговорить о серьезных вещах, потому что мем, который здесь сейчас находится у меня на столе, это не просто шутка, это серьезный, между прочим. Мем с глубоким политическим подтекстом, можно сказать, не для самых тупеньких, я бы сказал так, мем. Что мы видим на картинке непосредственно? Два пса, волка, таких бойца нормальных непосредственно. Волк белый боец, волк черный боец, это волка зовут ХД, этого волка зовут ЧО непосредственно. И тут воссоединение. Ну, обычный боец, который зашел на паблик ЧО, ХД подумает, ну, типа название паблика, да, ну, прикольно, да, типа такие волчары такой. А, нет, тут все гораздо сложнее, ребята, я предлагаю вам обратиться немного к буквам, которые тут изображены. Начнем с этого. Что вообще это означает буквы? ЧО, ХД, ну, начнем с ЧО. ЧО это за херня вообще? А именно, что здесь подразумевается? Давайте немного разберем это. Для начала, разобрав, что означает ХД, хороший, добрый, ну, кто может хороший добрыть? Ведь, конечно же, русские пацаны нормальные бойцы, да, хорошие, добрые, нормальные, непосредственные бойцы. Соответственно, вот эти ЧО за херня мы не понимаем. Не понимаем, пока не подождем слово внизу картинки, я вам еще раз его продемонстрирую. Воссоединение. И если мы оцениваем ситуацию, в общем, это все приводит нас только к одному событию. Возвратимся на 26 лет назад. 8 декабря 1991 года. Что произошло в этот день в Беловежской пусте, в Белоруссии, дорогие мои, уважаемые? Если вы немного знаете историю, то я вам расскажу нахрен. То есть, была нормальная нахрен, страна советская, великая, пацаны непосредственные, там Сталин, Ленин, блин, всякие, ребят, нормальные построили. А там, короче, приехали вот это вот белорусские государства всякие, приехали, короче, туда бойцы русские, ну, нормальные, ну, эти не очень нормальные были. Приехали бойцы русские нахрен, бойцы белорусы приехали, приехали нахрен бандеровцы, фашисты, тупорылые вообще. Вот из-за них, наверное, та вся тема. Короче, приехали нахрен, взяли там, подписали что-то и все, советские государства уничтожили нахрен. Расфигали на разные части, пацаны, это вообще жесть, это капец какая-то произошла. Из-за этого сейчас нахрен там эти бандеровцы, фашисты на Украине херачат пацанов, нормально, это непосредственно нехорошее мероприятие произошло. И что же нам хочет сказать автор данного мема? Ну, из того, что мы сейчас додумали непосредственно, тут выход только один, нахрен, автор предлагает нам взять, нахрен, расстрелять все правительство Российской Федерации, нахрен, взять атомную боеголовку, нахрен, с пистолета, пули в висок, государственную, нахрен, все расхерачить к чертям, пацаны. Конечно же, это неправильный выход, я вам не рекомендую, потому что, пацаны, Владимир Путин, нахрен, это боец непосредственный, это боец нормальный, он совсем разберется, ребят. Не надо херню всякой мать, конечно, страну нормальную развалили, но не надо всякой херней страдать, потому что пули в висок атомной боеголовки, понимаете, это неправильно, это нехорошо так херачить в висок, просто взять из человека, херануть патроны, это ненормально, ребят. Так что, это, конечно, все хорошо, страна была нормальная, но такое, что нам предлагает автор этого мема, это тоже не выход, потому что это пипец жестокая травма, получается, какая-то травма, нахрен, истории российской, нахрен. И закончить мне хотелось бы на такой, так сказать, кулинарной ноте, а именно я предлагаю нам всем сварить дружно этот мем, что я сейчас и сделаю. Ну что же, бойцы, пацаны, так сказать, как я уже говорил ранее, этот мем запрещен на территории Российской Федерации, теперь я понимаю, почему нахрен, потому что это противоречит Конституции Российской Федерации. То есть взять шмалют, нахрен, атомной боеголовкой из пистолета в Государственную Думу, это противоречит Конституции Российской Федерации. Поэтому, нахрен, мем запрещен на территории суверенного государства Российской Федерации, чтобы когда сюда наряд, нахрен, пацанов, ментов, мусоров, нахрен, с пистолетами, с патронами стрелять, нахрен, шмалять, приедут. Чтобы у них не осталось улик против меня, нахрен, нахрен, на студии ДронМедиа, я, яб ты, бля, предлагаю, нахрен, этот мем сварить и сожрать. И тогда они точно не смогут ничего сделать бойцам непосредственно. И сейчас мы, так сказать, пройдем к этим. Для этого нам понадобится, нахрен, для варки мема нам понадобится кастрюля вот такая вот, яб ты, бля. Наливаем немного водицы минеральной, ну, нет, не минеральной, просто из-под крана. Да, я думаю, столько воды достаточно, если вы будете варить тоже мем, если у вас похожая ситуация, жизни мало, ничего возникнет. Вот столько я рекомендую наливать воды. Далее непосредственно врубаем на варительную машину, машину для варки. Ага, машина включена непосредственно. Теперь подождем, пока водица нахрен закипит. И приступим к варке. ДронМедиа ЛТД Корпорейшн Студио представляет. Так, ну что же, дорогие друзья, пацаны, кажется, как мы можем видеть, в кастрюле происходит процесс закипания, ядрительный, я даже вам его продемонстрирую. Блин, пока я донес, процесс закипания прекратился. Ну, сейчас он продолжится, ну, нахрен. Сразу, когда я ставлю сюда процесс закипания, сразу продолжается. Это не магия, ребята, нахрен. Это наука называется физика, ребята. И вы читаете, нахрен, книжки в школе. А мы продолжаем варк мема. Для этого нам нужно его немного покушить. Давайте подготовим вашу доску. Для резки мема. У нас будет такой, как сказать, бульончик из мема, от вар на вар. Ага. Давайте уже непосредственно загрузим это в кастрюлю. Можно, по вкусу, я не знаю, там добавить соли. Если вы любите соль, можно посолить немного. Не знаю, там можно. Если вы любите перец, например, уважаете такую приправу, нахрен, там вы. Можете его добавить. Вот перец. Немного поперчить можно в бульончик. Да. А теперь убавляем варконь, так сказать. Можно даже еще убавить. И оставляем варить опять 10 минут. Сейчас мы подождем, пока приготовится. Надеюсь, мусора в это время ко мне не заявится, пока мем готовят. Я не знаю, кстати, приготовление запрещенных мемов на территорию Российской Федерации, на территорию Российской Федерации, запрещено на территорию Российской Федерации или не запрещено на территорию Суверенного Государства Российской Федерации. Я не знаю, надо у юриста спросить. Я не говорю, блин. Вот взорщик просто, пацанами. Ладно, подождем 15 минут и посмотрим, что у нас получится. Хули, мусора, хули, мусора, хули. И видать, как ехали, даже хуйни были. Ну что же, пацаны, согласно моим часам прошло ровно 15 минут, значит сделаем следующее действие. Включаем электроприборы, выключаем электроприборы, реально, пацаны, это не шутки, выключайте нахрен свои айфоны, телефоны, там всякие. Давайте посмотрим на цвет отвара, я предлагаю вам понаблюдать. Смотрим, у нас здесь непосредственно отвар из мема, так сказать, запрещен на территорию Российской Федерации. Сейчас мы посмотрим, какой уже на вкус мем, который запрещен на территории Российской Федерации. Пахнет, я скажу, не очень вкусно, потому что это нахрен, это что-то нехорошее явно, потому что бойцы, пацаны, Владимир Владимирович, он нормальные вещи не будет запрещать. Поэтому, сейчас мы попробуем это. Блин. Черт, подели. Глубоких тарелок не осталось, ребята. Ну ладно, в таком случае, придет оскорбить мем нашему другу Саньку. Саньку он точно понравится, в этом я уверен. Ну что ж, дорогие друзья, для начала я бы хотел вас познакомить с Саньком. Знакомитесь, это Санек непосредственно. Санеку очень приятно всем с тобой познакомиться. Сейчас, Санек, ты скушаешь одно, один вкусный супчик, я бы тебе представляю. Это, это борщ непосредственно народный русский борщ. Ну нахрен, сейчас я тебе им угощу. Блин, слетай, нахрен, неиндер, странно. Что, Санек, попробуй борща нахрен русской пищи, натуральной кухней. Пипец, а что, гурьё это, густушку не кончится ли? Надо густушку тоже добавить, есть что? Пипец. Давай-ка все, слушай, поесть, это вкусно, это пипятокинтинам. Пипятокинтинам, правильно. Вот и все непосредственно. Да-да-да! А теперь, пожалуйста, сглотни это, нахрен. Бойцу очень сильно понравился наш русский борщ народный. Убить Мария Станислава, защитить империю поноса. Да-да-да, все прошло гладко, ага, да-да-да-да-да. Пароль уничтожить мышь, ага. Что ж, дорогие друзья, это, блядь. А что я вам хочу сказать напоследок. Если вы хотите смотреть точно такие же сложные, нахрен, мемы со скрытым политическим и не только подтекстом, то я рекомендую вам, нахрен, подписаться на группу ВКонтакте, ЧОХД, то есть там такие мемы, самые настоящие, жесткие мемы, так сказать. А если вы хотите их понимать, то я рекомендую вам подписаться на канал Дрон Мача и, конечно же, основной канал Дрон Медиа ЛТД Корпорэйшн Студио Офишал, нахрен. Все ссылки будут в описании. С вами был обзорчик на МБТУ на Руси, Дрон Дрончик, мазефак, бей. Подписывайтесь на все, что я сказал ранее, нахрен. Ставьте жирные пальцы вниз. До новых встреч, пацаны. Продолжение следует...